Ну что же, вы скучали? Возможно, она вернулась. Лига ПРО, дамы и господа, добрый вечер. Сегодня 12-й тур. Лиги ПРО 22-23 розыгрыш. Миан против Атлетика. Должна быть супер игра, супер атакующая. Русло быстренько в составах команд. Хотя, пожалуй, уже после этой атаки Миана передача и в руки забирает мяч. По владениях Атлетика на самом деле сейчас мяч в их штрафной площади. Прострел. Дубовой его наносил. И вот обозный бьет по воротам и мимо. Вернее, позволив заработать фол своим соперникам, сейчас выходит вперед по левому флангу. Прострел и мяч не попадает в ворота. Сейчас будет еще один угловой. И этот тур, который мы сейчас с вами смотрим, 12-й. В рамках этого тура матч. Еще один угловой. Нет навеса, нет прострела. Вот здесь что будет? Воробьев бьет в защитника. Отыгрался он лишь с ним. Просто... Это было сделано ради момента, но... Атакует Миан. Удар. Да, зацепился здесь за мяч обозный. Пас чуть назад. Отсюда пробить можно. Есть удар, но попадает в своего же игрока. Правда, уже не будет динамичным. Вернулись защитники Атлетика по местам. Разобрали футболистов, но мяч у Миана. И вот он удар по воротам. Это в ближний угол было не точно. Поворотом футболист. И идет дальше подача. Замкнуть не получилось. Дальше Скляров. И он бьет поворотом. И мяч залетает в дальний угол. Причем, я не думаю, что вот этот вот выстрел Склярова как-то был задуман как акцентированный удар. Однако мяч летел в створ. Вот здесь можно попробовать пройти. И пробовал здесь в свободную зону. Никто его здесь не прикрывает. Но я думаю, что через него как раз можно опасный момент придумать. И как раз таки так и получилось. Вот как раз сейчас он с мячом. Вариант есть впереди. И туда идет передача. Прострел. Защитник перехватывает. Но правда ошибается при выводе мяча из опасной зоны. И после чего Миан делает счет 2-0. Это классический показатель того, как не нужно играть в обороне. Если честно. При всем уважении к футболистам Атлетика. Но такое случается. Белокопытов там был с мячом. Но его потерял. И в контратаке Миан. Подача. Здорово играет Ротарь. Все пока на смарку. Воробьев. Он уже в штрафной площади. С мячом удар угловой. Ну или игроки, которые могут прыгнуть высоко, например. Подача. На дальнюю штангу. И удар мы увидели все-таки. Однако. С мячом Миан. Передача. И это еще один гол. Вот это казалось бы очень просто было. По левому флангу дубовой прошел сам. И сделал прострел. Теперь защитники им владеют. Дальняя передача вперед. Воробьев вот здесь может уйти от защитников. И он уходит. Маме этого переиграть. Правда не получилось. Вратарь. Все не стихает прессинг. Высокий. Который демонстрирует нам нападающие Миана. И нападающие защитники бьет поворотом Воробьев. И вот в контратаке Миан. Здесь 4 в 2. Дубовой. Удар поворотом с передачи дубового наносил. Удар поворотом. Здорово играет голкипер. Склеров. Пас в штрафную площадь. Опять в атаке Миан. Будет ли удар? Нет. Есть подача. И удар головой все-таки последовал впоследствии. Футболисты Миана. Подача на дальнюю штангу. Не получилось мяч грамотно принять. Будет ли подача? Есть навес на дальнюю штангу. И удар неплохой в стиле Зидана. Увидели мы в исполнении Обозного. Миан. Вот сейчас момент очень опасный. Не мяч в сетке. 4-0. Потерял позицию вратарь. В попытках атаку свою развить. И на Котельникова. Перевод неудачный. Это обрез. И вот здесь очень может быть опасно. Обозный. Сейчас же Миан ведет в счете. Они могут себе такое позволить. Они опять в атаке. Удар поворотом. Отбивает чем-то. Голлкипер. Еще есть момент. А вот дальше спасти команду не получилось. 5-0. Счет становится. Миан увеличивает лидерство в счете. Теперь пас левее. И прострел не удалось замкнуть. И соответственно сейчас готовятся. А вот в атаке Атлетик. Котельников. Его не пускает вперед защитник. Но Котельников бьет все-таки. Забирает мяч вратарь в руки. И снова Атлетик атакует. Котельников. Поставляет мяч для себя. Передача Воробьев. 5-1. Вот я и говорил о том, что в атаке эти два парня должны делать максимум. Должны очень много. Вратарь Атлетико. Теперь он забирает мяч в руки. Это очень маловероятно. Но где-то в глубине души мы все надеемся на суперинтригу. Передача Низам. Удар поворотом. И еще 5-2 становится. А все-таки может быть. Может быть. Увидим мы что-то интересное. Что-то красивое. Что-то... И, соответственно, Воронин Антон. Подача. Удар. И это гол. Еще один. Счет становится 6-2. Пас вперед. Вот здесь может быть опасно. Правда, не точно. Играют практически без замены. Удар поворотом. Мимо. Белокопытов. Он поскальзывается. Хотя поле абсолютно сухое. Но вот такое тоже бывает. Очень неприятный момент. Обозный. Удар поворотом. Еще один гол. И Мьян все еще в атаке. Обозный. Передача на Сухина. Прострел. Ворота пустые. Оказалось, мяч подобрать. Замкнуть передачу. Дубовой. Удар. И... Чапалов. Чапалов. Удар издали. Перестали всецело возвращаться в оборону. Футболисты Атлетика. Обозный. Удар. Это гол. 8-2. Шесть мячей. Разрыв. Вброшен на аут. Подбор будет ли? Не получилось. И... Не успевают вернуться в оборону футболисты Атлетика. Мьян. Передача. Сколько добавит он? По крайней мере, основное время встречи практически подошло уже к концу. Мяч опять штрафной. Атлетика. Удар. Вот это мощно было очень. Еще один гол. Еще один раз. Мяч отправляется. Сейчас давайте атаку досмотрим. Которое может закончиться чем-то интересным. Интересным. Склеров. Кстати, если бы сейчас бил поворотом и забил бы еще один гол. Вот как раз таки все вопросы, возможно, бы и снял. О том, кто станет лучшим в этой встрече. Но я все равно выдвину его кандидатуру. Потому что он активен был с самых первых минут. Ну а как решит наша импровизированная комиссия. Можете узнать из нашего телеграм-канала. Именно там будет интервью с лучшим игроком встречи. Я благодарю всех, кто смотрел этот прекрасный футбол.